Всем привет! Вышел я немножко прогуляться по набережной, только погода более-менее устаканилась и не так полно, как было несколько дней назад. И пришел к самой, пожалуй, фотографируемой точке города Демар. Это визитная карточка города, замок. Если вы были здесь, вы его точно видели. Если вы искали в интернете какую-то информацию про Коста Браво, вы точно отыкались на этот замок. Ну и если кто-то из ваших друзей или родственников ездил сюда отдыхать, то он вам точно дарил магнитик с этим замком. Если ты смотришь на него, то кажется, что ему явно уже более 300 лет. Ну, 200 лет точно. Построен он, ну, наверное, в 18 веке. На самом деле это не так. Все гораздо интереснее. Этот замок был построен в 1935 году для промышленника из Барселоны. Нарсиса-плажа. Сконструировать это здание пригласили архитектора из Жероны, из Сидора Боско. И вот строительство началось в 1935 году, но завершилось только в 40-х годах, потому что в Испании в то время была Горзенская война. И как только она закончилась, собственно, здание было достроено. Но самое интересное, что когда его начали строить, местные жители были недовольны. Вызвало полемику, потому что, ну, все-таки от местной архитектуры, оно отличается и вообще портит и уродует гору здесь. То, что находится, оно прямо на склоне горы, вот видите, около пляжа. Но потом, спустя какое-то время, это здание приобрело, вернее, стало визитной карточкой города. И теперь оно украшает многие сувениры, магниты и так далее. Все это здание очень долго принадлежало, было в частных владениях, и туда вход строго воспрещен. Но в прошлом году здание выкупила организация при мэрии, и сейчас там ведутся строительные работы, если вы видите, строительный кран. В скором времени там обещают открыть музей, какую-то концертную площадку или просто площадку, где будут проходить какие-то мероприятия. В прошлом году мне довелось попасть внутрь этого замка, потому что были открыты небольшие экскурсии. Куда можно было попасть, отстояв огромную очередь. Билеты были в ограниченном количестве, и чтобы попасть внутрь, нужно было отстоять огромную очередь. Эта очередь приходила стоять 2,5 часа, чтобы получить 2 билета или 3, да. Но большинство испанцев брали билеты на целую семью. Приезжали, ходили с друзьями, поэтому за раз собирали прям просто пачку билетов. Но, тем не менее, мне внутрь попасть удалось. Давайте посмотрим все, что там внутри, как выглядит. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что тот очень любил рыбалку И там есть выход к морю, спуск И он думал, что туда будет отец выходить Выходить в море на лодке и рыбачить Но к моменту завершения строительства Отец скончался Так он и не побывал в этом замке По итогу этот замок Очень долгие годы Находился Простаивал Очень долго думали, что Этот замок принадлежит итальянцам Потом этот замок Выкупила какая-то семья Из России И этот замок тоже принадлежал Какое-то время России до тех пор, пока Сейчас его не выкупила Мэрия Сейчас дорога закрыта возле замка Но там проходит Какая-то пешеходная тропа На которой можно гулять И из-за штормы ее закрыли Потому что опасно Могут быть обвалы Вот Но здесь рядышком С замком Есть другая тропа По которой я иду Она ведет к Испанской деревне Но она сейчас тоже закрыта Здесь как бы Находится Какое-то рыбацкое поселение Очень-очень Давнишнее Я, если честно Ни разу там не был Не могу рассказать, что там есть Но обязательно схожу посмотреть Что там есть Сейчас попробую Обходным путем выйти Если полиция там не закрыла Вот Посмотри, что там есть Сарада В общем, я скажу, что там закрыто А тут, собственно, и везде все закрыто Из-за шторма В общем, тут есть дырка в заборе Поэтому туда вот Испанцы ломанулись Я тоже пойду попробую Посмотреть, что тут есть Дико интересно Потому что сюда приехал Строительный кран А вот давайте посмотрим С этой стороны замок Вот я, собственно, зашел Наверх Какой уют отсюда красивый Открывается Шикарный Здесь находится И березка И деревушка Вот этот замок Который находится на реконструкции И Тайком пробравшийся В ход сюда Ну, интересно А на строителе Ведь еще работают Не знаю, что там Интересно пробраться сюда Посмотреть, что здесь такое А вот там наверху находится Домик Как раз вот этих Испанских рыбаков С поселением Оставшимся Говорят, что там интересно Ну, вот туда-то точно Вход закрыт И братья Не получится Вот эти лестницы туда ведут А, ну вот Видите Остатки Стен Или это фундамент Здесь есть картинка Показано Как, в общем, выглядело Вот это поселение Домик Да, получается Это кирпич Каменный фундамент Сохранился Как я понимаю Один из домов В самом верху Удивительная прогулка Получилась Все дороги закрыты Чтобы прогуляться Вдоль моря Но зато открыта Вот эта испанская деревня Отлично Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова